Знаете, перед тем, как начать Тору, я хочу сказать спасибо Господу, хочу сказать спасибо Богу за то, что Он дал мне третью дочь, у меня в Шивот родилась девочка, назвали ее Яной, то есть, что означает дар Божий. Я хочу сказать спасибо моей жене и прошу, чтобы Господь просто благословил сейчас ее дома там. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной. Избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Ты, Господь, дарующий Тору. Амин. Итак, недельный раздел называется Бехатлаха, это 36-й раздел Торы и 3-й раздел книги Чисел. И содержит стихи с 8-го, 1-я глава по 12-я глава, 16-й стих. И о чем же говорится в этой главе? Здесь говорится о завершении освящения Ковчега, Песах в пустыне, и описывается порядок передвижения по пустыне, потом ропот, назначение семидези старейшин, ну и потом конфликт Моше, Аарона и Мирьям. Очень интересная большая глава, в которой есть множество массы информации. И, к сожалению, небольшое время, которое у нас есть для комментариев Торы, мы не можем высветить все. Но я хотел бы обратить на некоторые моменты такие и прокомментировать их. Итак, числа 11-я глава, 1-й, 9-й стих. «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и восплонимился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисею Господу, и утих огонь, и нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень». Очень такое интересное место, потому что, знаете, у нас есть такое представление о Боге. Вот был такой человек по имени Морикон, есть такое понятие «мориконская ересь», он говорил, что Бог Ветхого Завета – это свой Бог, а Бог Нового Завета – это добрый Бог. И вот на основании таких мест писания он говорил, вот посмотрите, какой злой Бог. Взял, пришел, сошел огонь. Но я хочу, чтобы вы обратили очень интересное внимание, что Бог Старого Завета и Нового Завета – это один и тот же Бог, понимаете? И я хочу напомнить вам деяния апостола, когда зашли два человека, она не Эйцапфира, да, и они тоже были в неправильном положении перед Богом, и у них произошли проблемы. Такие серьезные проблемы, после которых их не стало. И если провести параллель, знаете, служение Богу, как говорил вот на прошлом комментарии Торы, или позапрошлом комментарии Торы, это действительно где-то даже и опасная вещь, потому что мы не можем играть с Богом по нашим правилам. Мы не можем приходить к Богу и говорить, что Он должен делать, чтобы нам хорошо жилось, потому что Он знает, что лучше нам надо, чтобы нам хорошо жилось. И это была такая небольшая затравочка, и мы пойдем дальше. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, и огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает, нет ничего, только мана в глазах наших. Послушайте, какая глубина, кто накормит нас мясом? Нас мясом не кормили в Египте, рыбой кормили, пожалуйста, огурец, лук, репчатый лук, чеснок, сколько угодно. Мясом не кормили, кто здесь накормит? А то это уже Божья мана надоела. Бог, понимаете, нас благословляет маной, она уже нам надоела. Я сижу и понимаю, почему мы читали чуть-чуть выше, возгорелся огонь Господень. Послушайте, благодарность Богу, недовольные сердца, ропот. И знаете, я вспоминаю интересную историю. Я работал в охране, у меня был напарник, он был верующий, ну, мужчина, он был старше, конечно, меня. И вот он меня все время жаловался, как стало плохо жить, когда он стал верующим. Я говорю, в чем же проблема? Он говорит, ты понимаешь, я сейчас не могу кушать каждый день красную икру и балык. Я говорю, ну да, я тоже, он говорит, а раньше я мог. Вот при Советском Союзе я был неверующий, я кушал красную икру и балык каждый день. Я так вспомнил свое детство, колбасу по рубль 80 и 2,20. Ну, вроде бы не было у меня красной икры и балыка. Я говорю, а кем вы работали? Вы, наверное, были академиком или, может, на севере там большие деньги зарабатывали? Он говорит, да нет, говорит, я работал грузчиком на складе, на базе, ну, и на прудбазе. Вот, и каждый день у меня была колбаса. В общем, оказывается, он просто воровал это все. У него было три источника. Или он воровал, или ему давали взятку, чтобы он помог что-то достать. Или он, ну, вы понимаете, в то советское время дефицита. И вдруг меня что-то как перемкнуло. Я говорю, подожди, подожди, ты же верующий, да. И ты сейчас сожалеешь о том, что ты вел грешную жизнь, сыто ел, потому что ты грешил, и ты жалеешь об этой жизни? Ты жалеешь, что сегодня ты не можешь воровать? И он мне говорит, да. Я вдруг, знаете, вот это место Писания вдруг как-то в один логический ряд выстроилось. Послушайте, очень хорошо сказали еврейские мудрецы. Можно вывести Израиль из Египта, но очень трудно вывести Египет из Израиля. Я перефразирую. Очень, ну, можно выйти из греха, но очень трудно грех вывести из жизни. Потому что это греховное начало, оно жрет нас. Знаете, вот это, как было хорошо тогда. Вот я вот даже вспоминаю, сколько раз, вот даже, наверное, я такое говорил. Слушайте, я был неверующим, мне было легче. Мне было легче решать какие-то вопросы. Я был неверующим, мне было легче делать какие-то вещи. Ну, потому что я просто не задумывался. Надо сделать, я и сделал. Надо что-то совершить, я и совершил. А сейчас не могу. Ну, Бог живет внутри меня. Как мы пели, сад внутри меня, Господь внутри меня. Он живет, Его Слово живет внутри меня. И оно говорит, нельзя. Оно говорит, нельзя. И ты сидишь и думаешь, как хорошо было в Египте. Можно было. И это очень интересное место, потому что даже сегодня можно слышать ропот по отношению к Богу. Мы говорим, Боже, Ты же обещал нам жизнь в Писании. Помню, что Иоанна 10 глава, 10 стих. Ты же обещала нам жизнь и жизнь с избытком. И каждый вкладывает в избыток что-то свое. И в основном это Бентли, счет в банке, полный холодильник. Хотя буквальный перевод, там идет, я буду на украинском, но мне очень нравится. Украинский перевод, который был ближе к оригиналу. Злодий, то есть вор, приходит, чтобы гробоваты, вбываты, юрнуваты. Я же пришел, чтобы люди мало життя и мало его в досталь. Бог дал нам жизнь, которую мы, помните, мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим, но Он оживотворил нас в Господе. То есть Он дал нам жизнь, чтобы мы могли этой жизнью делиться с другими людьми. Вот направление Его послания. Вот о чем говорил Господь. То есть это не означает, что Он не будет заботиться о наших домах, о наших семьях. Что Он не будет высвобождать определенные финансы в нашей жизни. Нет. Но сам ракурс говорит о другом. Я даю вам жизнь. Я вывел вас из рабства. Я хочу, чтобы вы выводили из рабства. А не для того, чтобы вы ездили на Бентли каждый. И, ну, просто считали жизнь такой, ну, ты мне обязан Бог. И вопрос свободы и рабства поднимается на протяжении всего Писания. Бог вывел нас из рабства в свободу. И нам надо научиться быть свободными. Жить, как свободные люди. Принимать решения. Платить цену, в конце концов. Свобода – это не легализация наших прихотей. Знаете, что хочу, то и ворочу. Делать, что ты хочешь, когда хочешь. Не учитывать мнения окружающих тебя людей. Уважаемые, это анархия. Это анархия. Знать, что нужно делать. Принимать решения. Уметь сказать «нет» заманчивым, но неправильным, по сути, вещам. Нести ответственность за принятые решения. И не просто получать благословение, но и быть источниками благословения для других. Вот это и есть настоящая свобода. Понимаете? Потому что свобода – это не то, что я делаю, что мне нравится. Свобода – это я делаю то, что мне не нравится, но я понимаю, что это важно и нужно. Итак, стойте в свободе, который даровал нам Машех, и не подвергайтесь опять его рабству, говорит Ребе Шауль. И в Торе мы читаем «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом Моим». Стойте в свободе. Это усилие. Знаете, стоять в свободе – это непросто. Это усилие. Это победа над собой, над своим характером. Знаете, дар Божий внутри нас, без характера, у нас был ретрит, вы помните, да? И мы говорили об этих вещах. Дар без характера опасен. Дар без характера, он может быть неуправляем. И когда ты меняешься лично, мир вокруг начинается меняться. Понимаете? Очень важно, что когда ты идешь по головам, знаете, есть такое выражение – ходить по головам для исполнения своих собственных целей. Цель оправдывает средства. Начинаешь, то есть ничего не происходит, но когда ты начинаешь служить другим людям, начинаешь поднимать других людей, и ты вдруг начинаешь с удивлением замечать то, к чему ты стремился, то, куда ты рвался, оно само приходит к тебе. Само. И всегда будет искушение, знаете, в трудных ситуациях вернуться назад, к чесноку, рыбе. Мясом никто не кормит. Я специально сделал этот акцент. Они спрашивают, кто накормит нас мясом? Мясо-то не ели никогда. Рыбу ели. Много рыбы ели. Мяса захотелось. Манна уже не нужна. Божья манна не нужна. Бог пришел и говорит. Вы понимаете, мы очень часто размениваемся на какие-то вещи. Мы очень часто смотрим на успех каких-то мирских людей, и мы ждем, чтобы и мы хотели быть такими. Мы хотим быть такими и же самыми, но мы не понимаем, чем они заработали этот успех, и чем они в конце концов будут платить за этот успех. Этот момент, когда Израиль возопил к Богу и закричал, где же мясо, это очень характерный такой момент в жизни каждого из нас. В жизни каждого из нас наступает момент вот такой, когда мы останавливаемся, и приходит вот такое состояние, как писал Давид. Сказал безумие в сердце своем, да? И другой момент, а я там, что увидел неправедных и чуть не позавидовал им. Это хорошее время задуматься, посмотреть на свою жизнь, посмотреть, что сделал Бог в нашей жизни, посмотреть, что Бог делает в нашей жизни, и увидеть то, что Он обещал нам сделать. Стоять именно на этом. Помните, Писание говорит, вера же есть осуществление ожидаемого. Мы осуществляем то, что мы ожидаем, то, что мы ожидаем от Господа, и уверенность в невидимом. Бога не видел никто никогда, Он невидим. Уверенность в невидимом Боге. Потому что дальше Местописание говорит, что приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, да не думает человек такой получить что-либо от него. Человек с двояющимися мыслями, да, не тверд на путях своих. Вот такой комментарий. Комментарий на недельную главу. И очень интересный момент в конце. Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы, забывая заднее, простирались вперед, к цели, к почести высшего звания Божия в Христе, в Ешуа Мессии. Потому что в Ешуа Мессии каждый из нас, Он имеет и обеспечение, Он имеет и благодать, Он имеет спасение, что самый главный дар. Он имеет цель, предназначение, Он имеет великое-великое сокровище. И нам нужно просто вспомнить, что мы свободные люди, и не поддаваться Его рабству, и входить в эту свободу. И тогда вы увидите то, о чем мечтало ваше сердце. И вы будете благодарны Богу за это. Благословен Ты, Ешуа, и мы благодарим Тебя за этот прекрасный день. Мы благодарим Тебя за время, когда Ты изменяешь наши сердца, когда Ты изменяешь наши мысли, когда Ты, Боже, вводишь нас в свободу и укрепляешь нас в свободе. Мы благодарим Тебя за Твою победу, за Твою победу на Голгофском кресте, за то, что мы теперь свободны ценой Твоей крови. Мы благословляем Тебя, Иисус. Амин. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет? Мы не знаем, но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.